добрый день уважаемые друзья как сказать дамы и господа очень официально вот очень рады сегодня вас приветствовать и спасибо большое что пригласили нас на это мероприятие приношу свои извинения до новогодний хаос вносит свои коррективы к сожалению мы не смогли присутствовать сегодня лично но надеемся что вы нас прекрасно слышите видите и у нас получится хорошее общение мы расскажем вам о коллаборациях так как инструменте продвижения бренда и услышим ваши вопросы сможем на них ответить давайте для начала мы представимся сегодня мы будем презентовать кейс вдвоем да меня зовут елена таратута я бренд-директор компании estee lauder отвечаю за фрагранс бренды и такой как эдисион де парфем фредерик маль и со мной моя коллега кира ермолаева кира наш пиар менеджер кира отвечает с точки зрения пиара и конечно если мы говорим о коллаборациях то здесь нам нужен специальный человек который понимает как это делать и поэтому кира сегодня с нами и расскажет детали именно то что и как мы делали давайте начнем сначала с самого бренда потому что конечно сначала нужно понимание что это за бренд возможно кто-то из вас слышал об этом бренде но на самом деле это очень а селективный бренд очень нишевый и поэтому если вы еще не слышали я очень буду рада сегодня вам о нем рассказать и надеюсь тоже завоевать ваше сердце потому что бренд очень интересный и прекрасный так что же это такое это не просто парфюмерный бренд это издательский дом ароматов почему это такая концепция который придумал наш создатель которого мы называем издатель фредерик маль который собрал эклиптическую коллекцию альфактивных произведений да то есть вот смотрите как он здесь все интересно называет да которые были созданы в лучших традициях иску изысканной французской парфюмерии предрик маль представил свой бренд эдиссионский парфюмс предрик маль в 2000 году и концепция бренда была поистине новаторской и уникальной он хотел чтобы величайшие парфюмеры мира создали коллекции именитых эксклюзивных нестандартных ароматов если вы вспомните двухтысячные годы это годы маркетинга годы коммерции и как раз фредерик маль вместе со своими коллегами по цеху и вместе со своими друзьями потому что очень многих фредерик маль знал с юности они как бы восстают против вот этой истории коммерциализации ароматов и хотят вернуть ценность самого аромата и давайте посмотрим немного а что сам фредерик маль а говорит о своих ароматах он будет говорить по-французски но внизу титры я надеюсь вы все сможете насладиться прекрасным французским языком и услышать историю бренда и концепцию в принципе я делаю в жизни я предлагаю лучшую парфюмеру в метее дешевле и сэкспример на фасон на полу либо посибил и я рапорта веке у ки ресторана си мебрана а сэлли дэн эдитар дливера ввэк саутор Диор очень хорошо знал, что женщины сегодня не живут как она живет в 20, 30 или 40 лет назад. Я родился в паре, в 7-м арбузе, и я знал, что этот апартамент Руи-Трут-Курти не только от Герлин, но и не только от Герлин, но и что моя комната была самая комната как у Жан-Паул Герлин. И у кого-то есть, может быть, у него есть три года, я знал, что артисты были очень важны, и что артисты были очень важны. Я помню, например, очень хорошо, что у большого блока Лис-Бланса, который тронет в доме моей мамы, в Биаритзе. Мой первый артисты, это было. А до конца 90-х, мы чувствовали, что артисты не важны. Все люди использовали одинаковые, которые делают одинаковые, которые любят всем, которые любят клеточку. Для того, чтобы обеспечить нужные артисты, мы собираемся на одну вещь, чтобы найти манеку, сделать пакет, и, во-первых, создать этот парфюм. И жю, что люди будут держать, что люди будут держать, это партнер-поуровый. Я уверен, когда я вижу это, что парфюмерия будет умереть. Парфюмеры с которыми я работаю каждый день не делают только сопротивление. Они всегда пытаются делать то же самое, как если бы у нас был уходят на Форму Луну, чтобы получить машину. И другой стороны, я вижу людей, в моей жизни, которые ставят perfume, и я уже говорил, в прошлом году, и которые не хотят чувствовать себя как все люди, и не чувствовать себя как их родственникам. В общем, люди будут держаться от парфюмера, потому что это парфюмера, потому что это парфюмера от парфюмера. И моя идея была просто добавить его парфюмера в центре для разговора. Я вижу парфюмеры, и я их даю абсолютно абсолютно свободу. Я рисую на флакон, который самый простой способ. То есть флакон, который не говорит только что, это качество. Так что нет маркетинга, нет эгэрии, нет больших лампетинга. Я рисую на флакон. Я рисую на флакон. Я рисую на флакон. Я рисую на флакон. Это сыграло очень большую роль в создании аромата Эдиссион де парфюм Федерик Маль. Да, он прирожденный в парижский месье. Как вы слышали, его дедушка был основателем парфюмерного дома Кристиан Диор. Его мама была директором по развитию этого же парфюмерного дома. Он вырос в квартире, в которой когда-то жил Жан-Поль Герлен. И, соответственно, для него его идеей было вернуть то, что было когда-то. Он очень хотел вернуть ту индивидуальность и тот облик роскоши, ароматов, которые он видел в своем детстве, чтобы снова дать людям насладиться этим счастьем, этой изысканностью. И вот в 2000 году, как я уже говорила, он выступает против вот этой коммерциализации рынка и представляет свой собственный издательский дом. То есть он собирает всех парфюмеров. Сам он не парфюмер, он работает именно как издатель. Он дает парфюмерам полную свободу действий. Он предлагает им разработать именно то, что хотят они. Он не ограничивает их ни в чем, ни в ресурсах, ни во времени, ни показывает какое-то направление в алфактивной пирамиде, куда нужно двигаться. Он дает полную свободу творчества, чтобы это было настоящее произведение искусства. Он первый выводит парфюмеров на пьедестал. Он хочет, чтобы обезличенные парфюмеры, как художники, снова стали известны миру. И на каждом флаконе, Фредерик Маль, мы видим не только название аромата, а обязательно и парфюмера. И можно узнать всю историю, кто создавал, чем был вдохновлен. То есть это то, что сейчас как раз тоже востребовано на рынке, потому что сейчас люди хотят какой-то такой более индивидуальный флакон, более индивидуальный подход. То, что говорил Фредерик Маль, флакон, его совершенно прост. Вот вы видите здесь в правом углу совершенно простой флакон, на который не тратится много денег, простите. Но на что тратятся деньги? Это, конечно, на то, что находится внутри. Ароматы Фредерик Маль очень дорогие в производстве, потому что там используются натуральные и синтетические самые дорогие ингредиенты, чтобы создать что-то уникальное. Однако наш издатель, он бизнесмен, искусствовед, куратор. Поэтому он сотрудничает также не только с парфюмерами, но и, например, с дизайнерами, чтобы тоже создать какие-то уникальные флаконы и подчеркнуть роскошь того аромата, который находится внутри. Итак, как рождаются легенды? Легенды рождаются долго. И это тоже важно. То есть если сейчас, например, мы посмотрим на другие бренды, у них есть определенный маркетинговый календарь, и новые запуски в основном приходятся на коммерческие периоды, когда активно покупается парфюмерия, у Фредерика Маля ароматы появляются тогда, когда они созданы. То есть это немножко другая история. Конечно, ароматы продаются во время периода праздников, потому что все покупают подарки, но у нас не подгадывается как таковой маркетинговый календарь. Здесь больше идет от сердца и идет именно от искусства. Фредерик Маль лично тестирует формулы и как издатель дает какие-то комментарии своим авторам. Он также может дать какие-то комментарии, потому что в детстве, в молодости, помимо того, что он исходит из парфюмерной семьи, он, в принципе, работал парфюмерным консультантом. То есть он знает толк парфюмерии, он понимает, как она создается, и, соответственно, может давать какие-то комментарии, но все равно предоставляет полную свободу своим авторам. Итак, многообразие. Наша библиотека ароматов, если вы зайдете в наши корнеры, это действительно выглядит как в библиотеке, как в библиотеке стоят книги, так стоят ароматы у нас на поках. И коллекция, она действительно единственная в своем роде. И то, на что мы уповаем, это, конечно, на бескомпромиссное качество. Эти моменты влияют на стоимость ароматов и на их зону дистрибьюции, и, соответственно, от кого мы идем, и от нашего потребителя. Бренд находится, как я уже сказала в начале, это действительно очень нишевый, очень селективный бренд. В России он представлен буквально всего в порядка 20 точках продаж, 25 на данный момент. И это влияет также, что я сказала, на стоимость. Стоимость у ароматов достаточно дорогая. Соответственно, потребитель у нас тоже достаточно изысканный. Исходя из этого, все равно, конечно, мы думаем о маркетинге. И мы не делаем ароматы просто так для себя, чтобы восхищаться ими. Мы хотим, чтобы ими восхищались потребители, чтобы мы приносили им, как я уже сказала, счастье, удовлетворение какое-то и самореализацию. Соответственно, как мы находим своих потребителей, это как раз-таки коллаборации. Мы ищем именно там людей, которые имеют те же интересы, которые и те же ценности, которые представляет бренд. Соответственно, маркетинговая поддержка бренда, она определяется пиаром и коллаборациями, которым я как раз мягко подвожу и передаю слово Кири, которая расскажет, что мы делаем на локальном рынке и как мы доносим знания о наших брендах к нашим потребителям. Да, но сначала... Минуточку, Кира, я совсем забыла. Мы все-таки хотели представить еще, представить нашего потребителя. Простите, пожалуйста. Вы видите, здесь очень известных людей. И это не ради красивой картинки, это реальные потребители нашего бренда. И Рената, и Андрей Малахов – это реальные потребители и любители нашего бренда, которые дружат с брендом и, естественно, дружат с его создателем. Кто же это такие, помимо Ренаты и Андрея, это жители больших городов, которые имеют высокий доход, которые ценят качество, и которые, то, что говорил тоже Федерик в своем видео, которые хотят быть индивидуальными. Это люди, которые увлекаются искусством, фотографией, литературой, любой формой арта. И это очень часто не просто любители, а это эксперты и профессионалы в арт-сферах. Для нашего покупателя, так же, как и для Федерико, парфюмерия – это не просто аромат, а это как раз-таки искусство. И вот сейчас как раз Кира и расскажет, где мы ищем таких потребителей. Лен, спасибо большое. Всем еще раз здравствуйте. Исходя из того, что мы с вами уже обсудили сегодня, естественно, для нас стоит задача выбирать партнеров, которые отвечают нашим ценностям. И основные критерии для того, чтобы мы выбрали подходящего для себя партнера, они, я думаю, приблизительно похожи на выборы партнера в любой коллаборации, но отвечают также дополнительным качествам. Естественно, мы смотрим на репутацию партнера, на точке соприкосновения с нашим брендом. Здесь очень важно, что для нас является приоритетом связи с искусством и культурой нашего партнера, его ценности. Конечно же, его целевая аудитория, которая должна пересекаться с нашей, его возможности. Здесь мы говорим и о возможности проведения мероприятий на его площадке, и о возможностях в кроссплатформенности для нас, гибкость партнера, насколько, как вы понимаете, сейчас был локдаун, и для нас гибкость наших партнеров была вдвойне важнее. Но до этого, конечно, мы выбирали всегда партнеров, которые готовы были согласовывать дистанционно разные форматы, дистанционно согласовывать поддержку. Для нас важно всегда участие самого Фредерика в рамках любой коллаборации, и важно, чтобы наш партнер был готов 24, грубо говоря, на 7 с нами взаимодействовать, так как у нас большая разница во времени с Нью-Йорком, где находится сам Фредерик. И, конечно, это лояльные условия для бренда, так как в рамках партнерства мы всегда придумываем форматы, которые будут интересны и для аудитории нашего партнера, и для нашей, и драйвим наших уже каких-то клиентов, которые есть на платформу, где проходит коллаборация, а также привлекаем новых для нашего партнера. Здесь хочу показать вам наших ключевых партнеров, с которыми мы работали за последние три года. Мы работали с Музеем современного искусства. Это партнер не только в России, но и во всем мире. Бренд Фредерик Майл работает с Мома также в Нью-Йорке, во Франции. И для нас это в целом ключевой партнер, с которым мы уже более трех раз проводили совместные проекты. Также для себя мы открыли двух локальных партнеров. Мы сотрудничали с театром Ермоловы, проводили у них интеграцию в премьерный спектакль, об этом я чуть-чуть позже расскажу. И работали в Центральном доме литераторов, где также мы увидели вместе с партнером Мэйдж среди нашей аудитории и провели очень интересные мероприятия. Сейчас чуть-чуть подребнее про все расскажу. Соответственно, для работы с Момом мы выбрали два новых для нас формата. Первый формат – это мы участвовали, как приглашенный, Фредерик участвовал, как приглашенный куратор в выставке, которая была приурочена к 20-летию музея в России. Также это совпало с 20-летием нашего бренда. Получился такой идеальный мэйдж. И Фредерик приезжал специально на открытие этой выставки. Мы делали вместе застройку. Фредерик с кураторем музея выбирали предметы искусства. Все это трансформировало в специальный зал, где можно было и насладиться ароматом, и также в ассоциациях перенестись в тот момент, который представлял себе Фредерик, когда создавал аромат. И второй формат – буквально в этом году мы создавали собственную выставку в музее. К сожалению, Фредерик не смог к нам из-за всей ситуации с ковидом присоединиться. И мы дистанционно в помещении, в главном зале музея на Петровке создавали выставку, которая к нам приехала из Парижа, художника Нейла Белуфе. И здесь было очень большое вовлечение как раз со стороны музея. Они помогали нам все это организовать. И мы делали большой двухдневный ивент. под запуск нового аромата. Можно поделиться фотографиями тоже, как это было. То есть вот как раз то, что мы делали на запуск Synthetic Jungle. Здесь была инсталляция. И сзади, вот вы видите, это как раз то, что Кира рассказывает про специальное произведение, которое транслирует. Это иммерсивное пространство. Здесь я подхвачу. Это иммерсивное пространство, которое подразумевало под собой большую застройку. Привозило специальное оборудование, которое транслировало момент создания, как бы рождения аромата. Здесь я чуть-чуть подробнее расскажу, почему синтетические джунгли, чуть-чуть позже. Но здесь важно, что вот как раз я говорила о гибкости партнера. То есть музей со своей стороны помог нам всю идею и замысел, который был у художника и Фредерика, воспроизвести в точности здесь, локально в Москве, без их физического участия. То есть для нас как раз, когда мы выбирали партнерство с ними, было важно их вовлечение в процесс создания вот этого творческого момента, приуроченного к какому-то мероприятию либо к запуску нового аромата. Вот давайте вернемся назад. Я расскажу про остальных наших партнеров. Если говорить о локальных историях, мы также делали коллаборацию с театром Ермоловой. Здесь был такой более клиентский формат. Мы интегрировались в премьерный показ, который был под открытием сезона, и знакомили их аудиторию и также их вип-гостей с нашими ароматами, с нашими бестселлерами. И дальше драйвили всю аудиторию, которая была заинтересована в ароматах, в ЦУМ, так как это очень близко. Даже многие смогли после спектакля зайти попробовать познакомиться с какими-то дополнительными ароматами. Здесь тоже такой важный момент, что театр, художественные руководители были очень заинтересованы в бренде. Они сами его любили, любят, они сами им пользуются. И здесь получился очень удачный мэч, потому что многие, кто пришли познакомиться, они нашли что-то близкое себе, что-то интересное себе. Третий формат как раз приуроченный к такому камерному запуску аромата. Мы запускали аромат розы и кожи как раз в 2019 году в России. И мы коллаборировали с рестораном CDL. Как вы знаете, Центральный дом литераторов это не просто ресторан, это историческое место, у которого большое культурное наследие, своя аудитория, также свой сигарный клуб закрытый. Здесь мы нашли также очень большую точку соприкосновения с и рестораном, и самим домом. Их аудитория была заинтересована, многие пользовались. Здесь мы нашли несколько форматов, как поработать вместе. Мы провели такое достаточно большое мероприятие для лидеров мнений, для прессы, для блогеров. И параллельно шеф-повар ресторана создал для нас в рамках лаунча аромата специальный десерт, который сохранился на весь сезон в меню. То есть гости, которые приходили затем в ресторан, могли попробовать десерт и получить к нему подарочек, потом зайти к нам в ЦУМ. А мы, в свою очередь, из нашего главного корнера в ЦУМ и драйвели людей попробовать прийти, посмотреть, как это все происходит. Если переходить дальше, как раз эти красивые слайды, на которые мы уже взглянули. Нам было важно, что у нас есть долгосрочный партнер. То есть именно долгосрочное сотрудничество является ключевым для нас в рамках развития бренда в России, особенно с точки зрения пиар-поддержки. Нам важно не просто провести хорошее мероприятие, которое имеет под собой какую-то креативную подоплеку, которое имеет художественное, творческое начало, но и также закрепить наши позиции с партнером, закрепить наши позиции с точки зрения авэрноса с нашим партнером. Привожу пример. Мы, в принципе, со всеми партнерами, которые мы посмотрели на прошлом слайде, продолжаем активно работать. Сейчас, конечно, в связи с ограничениями оффлайн сложнее сделать, поэтому что-то мы уже планируем на весну. Что-то мы уже успели сделать. Как раз то, что Лена показывала чуть ранее. Я хотела показать такую стратегическую для нас историю. То, что в 2019, в начале 2017 года мы работали с Музеем современного искусства, делали там просто мероприятия и красивый запуск с помощью кураторов музея. Затем мы уже на глобальной основе, как один единственный иностранный партнер, участвовали в выставке, которая проходила, была приурочена к 20-летию музея, о чем я уже говорила. А затем два года спустя, то есть таким стабильным шагом в два года, мы запускаем аромат синтетических джунглей здесь уже в Москве. Для нас важно, что аудитория, которая к нам приходит, для них ассоциация нас с Музеем современного искусства и ароматом как искусство является уже такой базовый. Они ассоциируют нас, они даже не предполагают, что может быть что-то другое с точки зрения не локации, а с точки зрения формата подачи. То есть для них аромат уже ассоциируется как для лидеров мнений, так и для селебрити, которые приходят к нам в гости, как произведения искусства. И приходя в музей, они уже ассоциируют нас как творческую единицу, а не как просто парфюмерный бренд. Это помогает нам укреплять наши связи в сфере деятелей искусства. У Фредерика прекрасное отношение с семьей Церетейли, и это только укрепляется. Каждый раз аудитория, приближенная как семье, как комьюнити, они всегда приходят к нам, посещают наши мероприятия, и искренне любят бренд, и восхищаются тем, как мы представляем вне таких классических форматов маркетинга парфюмеров то, о чем как раз говорил Фредерик в видео. Также селебрити и инфлиенсеры, медиа ассоциируют нас тоже в полной мере с произведением искусства за счет этого сотрудничества. В этом году мы получили прекрасный охват, прекрасный awareness, больше, чем был нами запланирован в рамках этой коллаборации. Плюс здесь, конечно, сыграло на руку то, что это был первый большой оффлайн-ивент после такого тотального локдауна. Если переходить дальше и говорить о бенефитах, которые мы можем получить за счет как раз наших коллабораций, самое важное, что за счет того, что мы на локальном рынке, стратегия бренда, она в принципе подразумевает под собой такие сотрудничества, но мы на локальном рынке стараемся работать исключительно в этом ключе. То есть все пиар-поддержки, все какие-то дополнительные поддержки бренда мы строим через этот код культурный именно нашей связи с искусством. За счет этого нам удается, удалось войти в топ-3 рынков в Европе. Это прекрасный результат после такого кор-рынка, как Франция, откуда, собственно, происходит бренд. И Восток, где очень большой спрос именно на удовую линейку ароматов, которые Фредерик делает с молодыми парфюмерами, мы являемся третьим рынком. За счет коллабораций и во время коллабораций мы драйвим очень активно нашу аудиторию через лидеров мнений и получаем прирост клиентской базы плюс 20%, плюс в эти моменты мы стараемся запускать на нашем локальном сайте различные активации, такие как личные парфюмерные консультации, которые имеют сумасшедший отклик. Больше тысячи человек в день нам писало, когда мы запустили через достаточно узкое комьюнити парфюмерных экспертов такую опцию. Мы, можно сказать честно, что мы даже не ожидали, что будет такой ажиотаж не только из России, но и со всех стран СНГ, которые читали об этом. Увлечение ОТС и Рича в два-три раза. Здесь не только за счет такой базовой информации, которую мы распространяем через инфлюенсеров в Инстаграме, через СМИ, здесь идет очень мощная поддержка комьюнити, фрагранс экспертов в Телеграме. Для нашего бренда это максимально, так как мы себя позиционируем как бренд экспертов, наша аудитория бренд-эксперты, и именно эти люди максимально хорошо понимают то, что мы хотим донести, и через коммуникацию передают своим, соответственно, читателям, нашим будущим покупателям. И здесь получается идеальный мэч с точки зрения того, что мы передаем информацию именно в те источники, то есть мы бьем именно в те СМИ и в те каналы коммуникации, которые читает наш потребитель. Ну и, соответственно, конечно, на этом чудесном слайде мы видим лояльную селебрити-поддержку. Это селебрити, с которыми мы работаем на неплатной основе, которые любят бренд, поддерживают бренд, всегда участвуют в наших мероприятиях, и от которых, с учетом каждого запуска, которые, как Лена сказала, бывают у нас нечасто, из-за того, что мы иногда не знаем, когда запустится аромат, сколько он будет делаться, но мы сохраняем с ними прекрасные отношения с словом даже того, что мероприятие происходит один раз в два в три года. Ну и мы сохраняем, конечно, лояльность лидеров мнений, все наши инфлюенсеры, СМИ обожают общаться с Фредериком, очень узнают всего, много нового. В прошлый раз, когда Фредерик приезжал, вот как раз мы эту картинку видели слайдами раньше, где около аромата было такое красивое полотно, вышел интересный материал по поводу того, что Фредерик каждый свой аромат передает не только через коммуникацию, через парфюмера, но также через цвета. То есть это специальные картины, которые отображают цвета, которые находятся внутри аромата. И, конечно, каждый раз, узнавая какую-то такую специфическую, интересную, индивидуальную информацию, мы продолжаем получать максимальную лояльность со стороны лидеров мнений. Теперь мы хотим еще показать вам одно видео, как это было, когда Фредерик приезжал к нам в 2019 году и что потребители могли увидеть в МОМО. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok